привет всем сегодня я бы хотела поговорить об одном очень важном жанре буддистской литературы джатаках и для того чтобы объяснить что такое джатаки я начну издалека ну наверное все знают что в буддизме есть концепция реинкарнации то есть все существа раз за разом перерождаются 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 и страдают 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 и ничего хорошего в этом нет наше цель как раз выйти из этого круга перерождение и войти в нирвану то есть больше не перерождаться но прежде чем войти в нирвану всем приходится даже когда они уже начали стремление к выходу из вот этого вот колеса перерождение колеса самсары приходится переродиться еще несколько раз как минимум и будда в этом плане не исключение он тоже перерождался и немало раз так вот джатаки это как раз рассказы о предыдущих жизнях будды почему это так интересно и какие у них главные функции главной функции джатак это во первых конечно нравоучительная функция и если вам нужен какой-нибудь образец для подражания то я очень рекомендую обратиться именно к джатаком не только пытаться подражать самому будди потому что джатаки это история об очень очень многих перерождениях это очень много всяких историй о том как себя правильно вести и там можно найти себе кучу всяких ответов на вопросы очень классный жанр но и во вторых они развлекательные их функция 2 было чисто развлекательный это интересные сюжеты и если вы их почитаете я конечно не буду спойлерить но вы найдете там огромное количество сюжетов которые встречаются в народных сказках по всей планете практически так что если вы как-то почитали попытались почитать с утра вам показало что они слишком сложные я советую начать именно с джатак они хорошо читаются легко и на русском кстати тоже есть перевод просто бейте в google джатаки читать и найдете я же хочу сегодня познакомить вас с моей любимой джатакой называется она храбрый маленький попугайчик и мне кажется это универсальный ответ на вот это жутко раздражающие меня фразу всем не поможешь итак однажды в джунглях начался пожар и маленький попугайчик который умел быстро и высоко летать решил что он всех спасет он решил предупредить зверей о том что в джунглях бушует пожар и он стал летать над всеми джунглями и говорит пожар пожар уходите отсюда и многие звери действительно ушли ну или улетели кто мог быстро бегать тот убежал кто мог летать те улетели но было много зверей которые не успели которые например не могли быстро бегать и все остальные звери сказали ну что тут поделаешь ну не повезло беднягам но попугайчик решил что он все-таки спасет всех он стал думать как ему спасти и придумал такую схему он подлетал к реке обмакивал крылья в реку и потом летел над пожаром и стряхивал капли понятное дело эти капли даже не успевали долететь до земли они просто испарялись в воздухе но попугайчик продолжал это делать он с него начали обугливаться крылья его глаза покраснели от жара но он продолжал это делать и вот это заметили боги и как водится у богов не испытали никакого сочувствия а наоборот стали угорать над бедным попугайчиком мол вот идиот пытается погасить таким образом пожар и вот они смеяли смеяли смеялись но один бог почувствовал все-таки какое-то сочувствие к попугайчику решил что может до него можно какими-то разумными доводами достучаться поэтому он превратился в орла подлетел к попугайчику и сказал все завязывай ничего не получится лети спасайся на что попугайчик сказал наш орел твой совет мне абсолютно не нужен а вот помощь помогла бы и бог понял что он действительно очень-очень хочет помочь погасить этот пожар но он не знал каким образом и он просто заплакал но его слезы погасили пожар и не только погасили пожар но и ссылили всех зверей и попугайчика в том числе вот так маленькое дело которое всем казалось бесполезным спасло целый джунгли а я рекомендую вам почитать джатаки и найти что-нибудь для себя уникальное ну что ж всем спасибо пока пока